День семьи, любви и верности. Анастасия Неверова и ее супруг впервые встречают раздельно. Она в Красногорске, муж в зоне СВО. В таких условиях только остается, что верить в лучшее, да беззаветно любить. И, конечно, поддерживать вторую половину. В этом Анастасия не одинока. Жительницы Красногорска, дожидающиеся мужей, сыновей и братьев с полей сражений объединились в мощный тыл. В очередной раз стойкие и преданные местные жительницы встретились с главой округа, депутатами и общественниками, чтобы обсудить актуальные потребности бойцов. У нас ребята просят лекарства, просят именно врачи, кто там находится. И мы передаем им лекарства и большая благодарность всем нашим волонтерам, кто помогает нам, и всем нашим друзьям, коллегам. Мы действительно уже два раза передали коробки с лекарствами. Не менее остро стоит вопрос с дорогостоящей техникой, например, квадрокоптерами. Сбор средств на подобные приобретения, а также экипировку и другие нужды бойцов, их родные и близкие ведут в телеграм-сообществе «Тыл фронту». Здесь, помимо прочего, единомышленники получают нечто не менее ценное – моральную поддержку. Однако ничто не заменит живое общение и дискуссию, потому подобные встречи так важны. Одно дело, когда ты в чатах общаешься, когда человек смс-ку пишет, мы же не можем понять с какой-то эмоцией, с обидой, не с обидой, с нуждой. А вот тут ты действительно видишь и понимаешь, что действительно нужно. Администрация, в свою очередь, держит руку на пульсе и своевременно реагирует на обращение родственников мобилизованных красногорцев. Регулярные личные приемы, работа центра поддержки, отправка адресных грузов. Сегодня эти направления едва ли не самые важные в работе муниципалитета, подчеркнул Дмитрий Владимирович Волков. Только объединив усилия и власти, и общественности, можно преодолеть все трудности. Практически каждая семья включилась в Красногорске в части помощи нашим бойцам первые дни. Это чувство поддержки здесь, в тылу, оно является главенствующим. И нет сомнений, что ребята вернутся с победой, и мы их очень все ждем. Глава Красногорска также поздравил с праздником мужественно переносящих все невзгоды жительниц округа. Пожелание только одно, зато по-настоящему важное – скорейшего воссоединения семьи.